Небанальная кухня Павлова У меня сегодня в гостях морковь. Да, это обычный овощ, который используется в кулинарии во всех странах мира. Все знают ее, все выращивают ее на своих участках, покупают в магазине и готовят достаточно банальные вещи. Но сегодня я хотел бы вам показать нечто другое, нечто иное и интересное, которое заставит вас задуматься об этом прекрасном овоще и использовать его немножко под другим углом. Предлагаю сегодня попробовать сделать из этого овоща спагетти. Да, мы сделаем сегодня прекрасные спагетти с соусом песто и приготовим закуску, которая будет хорошо подходить к необычному праздничному столу. Это рулетики из моркови с творожным сыром. Ну что ж, конечно, нам надо почистить нашу морковь. Смотрите, достаточно обычная морковь, оранжевая, которую можете купить в любом супермаркете, в любом магазине. Конечно, нам сначала надо привести ее в порядок. Так, обратите внимание, как я чищу морковь. Чищу ее вот так. Знаете почему? Да просто так, на самом деле. Чистите как угодно морковь. На самом деле цвет этой моркови выведли для нас наши друзья голландцы. Оранжевая морковь была специально выращена селекционерами в Нидерландах для королевской семьи, у которой был цвет их семьи оранжевый. Ну что ж, я беру терку и смотрите, кладем ее на доску и начинаем вот такими движениями нарезать. Аккуратненько только, я вас очень прошу, берегите руки свои, потому что можно, в принципе, с этой морковкой приготовить и свои пальцы. У меня получаются вот такие длинные ниточки. Это наши будущие спагетти. Пока мы их поместим в холодную воду, для того, чтобы в последующем нам их сварить. Заготовка на спагетти уже есть, посмотрите. Я взял, нарезал, да, небольшую морковочку. Отправляю сейчас в воду, пускай она немного постоит. Для того, чтобы мне сделать рулеты, я, наверное, буду использовать другую насадку, поскольку сейчас уже соломка будет неактуальна, и мне понадобится просто другой нож. И смотрите, кладем ее на доску и начинаем вот такими движениями нарезать. Сделаю небольшую порцию, поскольку мне ее хватит сегодня. Сделал вот такие слайсы, которые мне пригодятся для рулетов. Возьмем, поставим кастрюльку с водой. Слайсы из моркови я чуть подварю, чтобы они были слегка мягкие, но дело в том, что здесь надо внимательно следить за температурой, чтобы их попросту не переварить. Немножко соли. Можно даже немножко перца. Вот. Моя задача немножко подварить морковь, и потом я ее остужу, и мы будем заниматься дальше нашими спагеттями. Делаем все параллельно. Пока можно положить, я думаю, сюда. Нашу морковь. Немного имбиря, чтобы было больше аромата, было больше вкуса. И мне вообще нравится сочетание вот всех необычных вкусов, напоминающих немного азиатский стиль. Морковь прекрасно сочетается с имбирем, и имбирь придаст ей ту нотку и тот вкус, который вот... Ну, лично мне очень нравится. Попробуйте использовать. Тем более имбирь, я думаю, что без проблем вы найдете в любом супермаркете. Также... Хе-хей, дорогие мужчины, это для вас. Давайте добавлю я немножко... Немножко остренького. Немножко остренького. Единственное, что, конечно, можно убрать семечки, потому что семечки в чили-перце, это самое острое то, что в нем есть. Ну, там попадется 2-3 штучки, ничего страшного. А дальше я приготовлю соус песто. Конечно, какая же паста без соуса песто? На мой взгляд, это очень интересно, и морковь очень будет у нас интересно смотреться с этим соусом. Соусом песто я немного отойду от привычного рецепта, но тем не менее, нарезаю имбирь тонкой соломочкой, и, конечно же, конечно же, чеснок. Чеснок я буду использовать и в морковные рулеты, и в свои спагетти. Давлю вот таким образом чеснок. Можно просто ножом раздавить наш зубчик. Вот так его порежем, измельчим его. Люди, которые профессионально трудятся на кухнях, для них это не составляет никакого труда. Итак, вода у меня уже закипела, и сейчас я туда кладу слайсы из моркови. Что касается моркови, конечно же, многие думают, что в сыром виде продукт гораздо полезнее, чем в отваренном или запеченном. Но это не так. Морковь уникальный продукт тем, что при тепловой обработке ее витамины никоим образом не теряются. Пока у меня подготовлена морковная лапша и готовятся слайсы, я думаю, что можно заняться соусом песто. Для соуса песто понадобятся следующие продукты. Это у нас базилик. Я возьму базилик. Вот прям такой, смотрите. Прекрасный запах. Красный базилик отличный. Можете брать зеленый базилик, какой угодно. Если вам нравится. Я люблю больше красный базилик. Возьмем петрушки. Куда без петрушки? Вот куда без петрушки? Петрушка это, мне кажется, зелень вообще на все времена. И она... Любое блюдо у нас превратит в нечто незабываемое. Мяту. Да, не пугайтесь, я беру мяту. Мне нравится тоже мята. К нашему соусу мята будет подходить отлично. Добавляем чуть-чуть чеснока. Добавляем чуть-чуть чеснока. Буквально немного. Вот на краешке ножа добавляем чеснок. Также добавляем кедровых орешков. Вот прям так вот щедро добавлю кедровых орешков. Добавлю оливковое масло. Ну и, конечно же, конечно же, сыр. Сыр пармезан. Сыр пармезан я тоже положу в соус. Он придаст незабываемый вкус, пикантность моему соусу. Конечно, какой соус песто без пармезана? Добавим пармезан. Натру его на мелкой терке. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Ну и я думаю, что соус песто пармезаном не испортишь. Тем более. Пока я натирал пармезан, мои морковные слайсы уже у меня готовы. И смотрите, что я делаю. Я вытаскиваю из кипятка и погружаю их в холодную воду. Для чего я это делаю? Для того, чтобы, во-первых, морковь у меня не перешла в состояние полной готовности. Это первое. И второе. Когда вы варите продукт и опускаете его в холодную воду или в лед, если он вам потом нужен холодный, то благодаря тому, что вы положили в холодную воду, в холодную среду, он не потеряет свой цвет. И завершаю, собственно, процесс приготовления моего песто. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну что ж. Соль. Добавил я немного соли, немного перца по вкусу. Тут уже дело вкуса. Получилось очень-очень хорошо. Небанальная кухня Павлова. Все-таки я позволю себе уделить времени еще моим рулетам, поскольку рулеты у меня будут с творожным сыром. Кстати, вот он. Я добавлю в него немного зелени. Возьму мой любимый тимьян. Возьму листики петрушки. Немного базилика. Все это дело я мелко нарезаю. Смотрите, какая у нас получается красивая смесь из зелени, творога и чеснока. Друзья мои, это очень полезно. И, конечно же, конечно же, чеснок. Если вам не нравится чеснок, вы можете не использовать его. То есть это уже дело вкуса. Я люблю чеснок, люблю зелень, и поэтому я стараюсь, конечно, использовать по максимуму в своих рецептах. Итак, что мы делаем? Смотрите, зернистость у этого творога слишком большая, поэтому я хочу воспользоваться, опять же, моим чудесным блендером. Возьму ложечку. Сейчас мы это все делаем. Я переложу соус песто для того, чтобы освободить мне емкость. Да? А вы знаете, вот я так посмотрел, да, составляющие песто, составляющие творога, а вот вы знаете, вот возьму я сделаю вот прямо так, наверное. А почему нет? А почему нет? Когда здесь все вкусно, и здесь все вкусно, мы сделаем в два раза вкуснее. и буквально немного, буквально пару оборотов. Буквально пару оборотов, и я получаю ту консистенцию, которая мне будет нужна. Так, посмотрим. Ага, отлично. Так, смотрю. Ну что ж, получилось очень здорово. Я переложу составляющую моих рулетов в небольшую небольшую чашечку. Так. И тем временем морковные слайсы уже подостыли, и я буду делать из них рулетики, которые, наверное, вы уже так долго ждете. Для этого нам надо, чтобы морковь немножко обсохла. Положу на полотенце слайсики моркови. Вот так. Вот так. Вот так аккуратно я выкладываю творог с зеленью, с чесноком. Выглядит очень аппетитно, а запах, конечно, вообще непередаваемый, друзья мои. Полностью закрываю слайсы моркови и начинаю от себя вот таким образом закручивать получившийся рулетик. Вот так выкладываю его на тарелку. Дальше делаю то же самое. Выкладываю творог. Посмотрите, какие красивые цвета. Белая, зеленая, красная. Слой не надо делать толстым, для того, чтобы можно было хорошо завернуть нам наш рулет. Так. Здесь надо немножко, конечно, терпения, чуть-чуть. Вот таким образом я заворачиваю. Такое, кстати, занятие хорошо развивает мелкую моторику рук, поэтому если у вас есть дети, я думаю, вы можете им доверить смело. Это задание, это их повеселит. И это будет совместно приготовленный ужин или обед. Итак, еще один последний рулетик. Зелень можете использовать, как вы хотите. Если нравится укроп, используйте укроп. Петрушку, укроп, базилик, кинзу, все, что вам угодно. Можете брать чеснок, можете брать чили-перец. Тут уже не столь важно. Как вам нравится, так и делайте. Дело вкуса. Итак, положил последний рулет. Пока я это отложу в сторону, и сейчас я приступаю уже к спагетти. Итак, смотрите, да, спагетти из моркови. Необычно, интересно и вкусно. Знаете, вкусно, я пробовал, я знаю, что я говорю. Берем немного растительного масла. Когда вы добавляете масло на сковородку, на холодную, у вас сковорода быстрее нагревается. Это такой маленький поварской секрет. Только никому его не рассказывайте. Итак, налил масло на сковороду. Напомню, что здесь у меня лежит чили, перец, имбирь и чеснок. Все вот эти овощи у меня пойдут к спагетти. Что я делаю со спагетти? Я выливаю воду лишнюю, которая мне не нужна. Мы будем готовить спагетти аль денте. Итак, я добавляю имбирь. Добавляю чили перчик, чесночок. Отлично. Это я немного обжариваю и закидываю закидываю мою морковь. Слегка ее обжариваю. Просто обалденный аромат. Жалко, что телевидение не может передавать запахов. Очень круто пахнет. Немного соли. Немного перца. Ну что ж, получается очень здорово. Итак, посмотрите, морковь у нас обжарилась вместе с чили перцем, чесноком и имбирем. Сейчас добавляю буквально 50 грамм воды немного, для того, чтобы морковь моя немного пропарилась и стала помягче. Морковь у меня уже практически готова. Я беру песто-соус, немного базилика, немного петрушки. тем временем попробую я. Вот я говорил по поводу аль денте, вот сейчас собственно говоря, происходит то, что мне нужно. Морковь готова наполовину. И сейчас я добавлю ароматный соус песто. Прямо так вот щедро две ложки. Перемешиваю. Перемешиваю прямо в сковороде и начинаю выкладывать на тарелку. Так. Еще. Получается у нас довольно-таки интересно. После этого я добавлю немного еще сыра пармезан. Как же без хорошего сыра? положу веточку базилика. Можно положить еще петрушки, поскольку петрушка присутствовала в соусе достаточно. И спагетти я приготовил. И теперь дело дошло до рулетиков. Рулетики у нас уже практически готовы. и я единственное, что позволю себе наверное добавить немного зелени в микс салата. Опять же петрушку, базилик, можно добавить мяты, немного оливкового масла. Вот таким образом добавляем оливковое масло. Добавлю соли. Так. Перец. позволю себе заправить салат немного лимонным соком. Перемешиваю и выкладываю к моим рулетам. Вот таким образом кладу микс салатик. Посмотрите, как у нас красиво получается. Отлично. Положу немного для красоты перца. Добавил пару капель оливкового масла. Ну и конечно перец. Ну что ж, сегодня я приготовил для вас достаточно небанальное блюдо из обычной моркови. Морковные спагетти соусом песто. Очень необычно, интересно и вкусно. И морковные рулеты с творожным сыром оригинальное блюдо. Не бойтесь экспериментировать с теми продуктами, которые лежат у вас под рукой. песто.